Десятый заезд. Приз в честь воздушно-десантных войск. Видимо, победитель этого заезда сможет искупаться в фонтане перед главной трибуной. Лошади трёх лет. Восьмой номер. Беттер Венчекерс. Американец. Самый дорогой американец, который выступает в московском ипподроме. Заплачено за него было 85 тысяч долларов на аукционе. Имеет лучшее время. 1,58,5. Явный фаворит. Проиграть может только если случится что-то совершенно неожиданное. Кроме того, в этом заезде интересно записаны две лошади. из конюшни Кондратюка. Джайс Том, который был вторым в трёхлетнем призе. И лошадь, рождённая в Америке. Мейкинг Масклес. Пятый номер. Вот на пятом номере едет сам Кондратюк. А на Джайс Тома посадил Логвина. Что это значит, я объяснить не могу. Потому что Логвин первый раз едет в конюшни Кондратюка. Но в любом случае, всё равно фаворит. Better Than Checkers. Двенадцатый заезд. Лошади трёхлет. В этом заезде две лошади из конюшни Киселёва ГАУ. С резвостью Две восемь и три. И третий номер Амфоролог. С резвостью Две восемь и девять. В прошлый раз бежали в одном и том же заезде. Видимо, они и фавориты. Кроме того, записан Эдгар Ишутин. С рекордом две девять и девять. Но В то, что победит Ишутин, я не верю. Тринадцатый заезд. Орловцы. Трёх лет. Заезд рекордно длинный. Пятнадцать участников записаны. Заездов с такими полями на московском ипподроме не было уже очень давно. По-моему, со времён социализма. Когда разыгрывался международный гандикап на 2400 метров, там записывалось больше 20 лошадей, но там всё-таки гандикап был. А так, чтобы на 1600 без гандикапа 15 лошадей. По-моему, переборы. В общем, что-то тут не так. Фаворит здесь 15-й номер. Интервал. Плесер. Лидер. Среди орловцев трёх лет. В прошлый раз уверенно выиграл. Так, 2.06.4. Соперников, в общем, не видно. Ну, не знаю. Вот Белоснежник. Танишина. Традиционно чисто за имя. И за конюшню. Больше тут искать я даже не хочу. Фаворит 15-й номер. Интервал. Четырнадцатый заезд. Едут любители. Лошади трёх лет. Ну, вот из этих любителей, если честно сказать, я ни одного и не знаю, кто это такие, как они ездят. Ну, кроме, конечно, вот Логвиной. Видимо, сестра, что ли. Бригадир отринотделения 14-го. Может быть, жена. Вот. Время у всех лошадей более-менее одинаковое. Поэтому... Сказать, кто здесь фаворит, я не могу. Смотрите сами, судите сами. Пятнадцатый заезд. Орловцы четырёх лет. Ну, это те орловцы, которые не попадают ни в какие призы. Здесь фаворит по времени. Ледопад Сучков 2.6. А также у Козлова Михаила. Пульс. С хорошим временем. Но остальные лошади выглядят слабее. Последний заезд 16-й. Орловцы двух лет. Тоже очень большой и очень несбалансированный заезд. То есть, видимо, всех орловцев, какие были под рукой, сюда записали. То есть, есть лошадь 2.49. И на второй странице, есть победитель орловского отступительного приза, мушкетёр с резвостью 2.18.9. Мушкетёр здесь фаворит. Кроме того, в этом прийти участвовал Гаськов на кедровке. Записан под тринадцатым номером. И в тот же день Бежала Касабланка Синнисяевская. Она заняла второе место с неплохим временем. Но фаворит здесь всё-таки 14-й номер мушкетёр. А также вот есть ещё, на всякий случай, 12-й и 13-й номера. Всё, 16 заездов. Всем удачи и хороших секунд.